В этом году вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения Александра Невского. Торжества в честь юбилейной даты проходят по указу президента. «Кто к нам с мечом придет, отмечая, погибнет» – эти слова по легенде были сказаны именно князем Александром Невским. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден Орден Александра Невского. Им награждали офицеров за выбор удачного места для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск, за то, благодаря чему одержал победу в ледовом побоище Александр Невский. Русская православная церковь канонизировала его в лике благоверного князя. 12 сентября в храме-часовни Александра Невского духовно-патриотического комплекса «Мемориал Форштадт» состоялась божественная литургия, в рамках которой епископ Армавирский Лобинский Василий обратился к духовенству и прихожанам с проповедью, поздравил их с праздником. На службе присутствовали председатель Армавирской городской думы Александр Поляков, заместитель главы Новокубанского района Дмитрий Шкареда и атаман Армавирского районного казачьего общества, войсковой старшина Сергей Фролов. Владыка Василий наградил победителей творческого конкурса «Сын земли русской». Ими стали 15 воспитанников воскресных школ при храмах Армавира и Новокубанского района. После литургии состоялась праздничная концертная программа. В концертной программе приняли участие Народный вокальный ансамбль ГДК «Русская песня» под руководством Евгении Танкашкуровой, фолк-театр «Казачий спас» под руководством Ирины Бахтояровой и лауреат краевых, российских и международных конкурсов Хор Центра православной культуры «Верую». Молодежь приняла участие в квест-игре, победители которой получили полезные призы. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 Армавир.